Таких героев надо знать в лицо. Два сотрудника госавтоинспекции, не задумываясь, пришли на помощь в критических ситуациях. Так Алексей Ипполитов предотвратил пожар в жилом доме. Находился на маршруте патрулирования. Увидел огненную вспышку вблизи деревни Акулова в СНТ. Ну и незамедлительно проследовал туда. Прибыв на место, увидел, что хозблок горит рядом с жилым домом. Принял мер по эвакуации людей из жилого дома и пытался сдерживать огонь, распространение огня непосредственно. Он боролся с пламенем до приезда пожарных. А Максим Соловьев не проехал мимо заглохшего на оживленной дороге автомобиля. На переезде в Больших Веземах стоял очень долго в пробке. После переезда машина заглохла. Причина была непонятна. Машина просто не заводилась. Вокруг были фуры, движения интенсивные. У меня в машине находилась двухгодовалая дочка. Успокоил растерявшуюся маму, отрегулировал движение и обезопасил сломавшийся автомобиль. Перекрыл движение для того, чтобы проезжающие в попутном направлении транспортные средства не совершили столкновения. Так как машина стоит и водители у нас очень внимательные. Иногда отвлекаются. Максим Соловьев три часа провел на месте поломки. Дождался приезда эвакуатора. За такое неравнодушное отношение к людям в непростых и подчас критических ситуациях сотрудников госавтоинспекции наградили благодарственными письмами. Глава округа пожелал им успехов на служебном поприще. Ведь именно такие герои служат для всех примером. Я хотел бы сказать, что мы гордимся такими сотрудниками ДПС, как вы. Такими добрыми, отзывчивыми, неравнодушными. Оставайтесь, пожалуйста, такими навсегда. И на вашем примере. И остальные ваши коллеги тоже учатся этой человечности, чего нам в жизни многим не хватает.